Сахалин заработал три очка в шестом туре юношеской футбольной лиги. Домашняя игра с гостями из Хабаровска держала в напряжении до последних секунд. Все решило компенсированное время. О ходе матча и турнирном положении после него расскажет мой коллега Влад Французов. От привычных видов горного воздуха команда едва не отвыкла. На этих пейзажах Сахалин не играл уже месяц. Из поездок в Устурийский на охотку футболиста привезли четыре очка. В Приморье островитян одолевало жара. А домашний стадион встретил своих той же температурой. Повысил градус соперничества. Гол Сахалина уже на шестой минуте. Хабаровчане принялись брать мяч под свой контроль. Походы на ворота Сахалина раз за разом завершались ошибкой в передаче и риском получить второй гол в контратаке. Беда пришла, откуда не ждали. Защитник Герман Шрейдер закинул мяч из аута в штрафную, где игрок Скани удачно срезал головой в свои ворота. Был отрезок, где мы где-то владели инициативой, но опять же мы играли на своих, скажем так, положительных качествах. Это быстрые атаки, это у нас получалось. Где-то получалось продавливать с аутов, то есть стандартное положение. То, что мы задумывали, то работало. Но, к сожалению, когда уже повели в два мяча, соперник хорошо взял инициативу в свои руки, хорошо контролировал мяч. Радость отсчета сахалинской публики была недолгой. Через минуту поздравляли друг друга уже гости. Неразберих и в штрафной хозяев воспользовался Дмитрий Гончарук. После этого инициатива полностью перешла к гостям. Говорил об этом и статистика. К 30-й минуте владение мячом составляло 83 на 17 процентов в пользу Хабаровска. Дело оставалось за реализацией. Ее поправил Николай Кураленя ударом с 30 метров. Игра была очень сложная, потому что мы прижали к своим воротам. Они больше владели мячом. Из-за этого было сложно. Мы очень быстро устали. Нашли спасение сахалинцев компенсированные 4 минуты. На первой же из них удался розыгрыш стандартного положения. Параллельный воротам прострел замкнул Александр Ромоданов. Мы безумно рады. Рады этой победе. Все-таки череда таких очень неблагополучных матчей сыграли с находкой в нищу. В Благовещенку проиграли. Поэтому мы должны были забирать победу. Победа над грозным соперником оставляет Сахалин на втором месте. Лидер по-прежнему Благовещен. Следующая игра в ЮФЛ состоится 1 июля. Островитяне сыграют на выезде с якутской командой. Влад Французов, Аделина Леонова, Иван Гамзов, Андрей Лангерман. Солнце ТВ.